Моя Америка Много назначения Lava Supply. Магазин находится в Скоке. Здесь можно найти буквально все, что вам необходимо для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее. Вам нужны маски? Разумеется, есть. Перчатки? Пожалуйста. Санитазер для рук? Разумеется. Медицинское оборудование? На любой вкус. Большой выбор ортопедической обуви для мужчин и для женщин. И еще много-много-много-много всего того, что поможет вам достойно противостоять болезням и радоваться каждому дню. Магазин Lava Supply расположен по адресу 7564 Линкольн-Авеню в Скоке. Приезжайте или позвоните по телефону 847-329-1238. И вы узнаете, как сделать заказ с доставкой на дом. 847-329-1238. Пользуйтесь, дамы и господа, услугами магазина Lava Supply и... Будьте здоровы! Ну, а что вам были здоровы? Нам нужно познакомиться с тем, что происходит на нашем американском небосклоне в предвыборные часы, дни, недели и месяцы. Продолжается атака на коллегию выборщиков. И чем ближе президентские выборы, тем громче звучат голоса противников коллегии выборщиков. О необходимости заменить систему избрания президента говорят и пишут исключительно политики-демократы. И поддерживающие демократов журналисты, представители общественных организаций, университетские преподаватели и прочий демократический сброд. Мое внимание, дамы и господа, привлекли две статьи профессора Гарвардского университета Александра Кисала. Писал автор нескольких трудов о выборах. И вот его две статьи. Первая статья увидела свет 7 августа в Нью-Йорк Таймс. Вторая через неделю в уикендовском номере 15-16 августа газеты Уолл-Стрит-Джернал. Вот заголовок первый. Как выжила коллегия выборщиков? Это вопрошает заголовок первой статьи, в которой профессор утверждает. Цитирую профессора. Выживание коллегии выборщиков связано с идеей белого превосходства. Но вот в статье, которая появилась через неделю, статья называется так, «Коллегия выборщиков неподатливый пережиток», профессор вообще не упоминает о белом превосходстве. И разницу, дамы и господа, разницу легко объяснить. Первую статью профессор писал для флагмана прогрессивной журналистики газеты Нью-Йорк Таймс. Эта газета внушает читателям, что Соединенные Штаты основаны на расизме и белом превосходстве. И профессор Кейсер знал, что от него требуется. Но вот резекционная коллегия газеты Уолл Стриджернл не рассматривает историю страны через призму расизма. И профессор не мог этого не учитывать. Учитывал он и тех, кому адресовано его творение. Перед читателями газеты Нью-Йорк Таймс. Профессор Кейсер предстает, цитирую, «профессор истории и социальной политики». Но вот перечитателями газеты Уолл Стриджернл, он предстает только как «профессор истории», поскольку большинство читателей этой газеты воспринимают с подозрением словосочетание «профессор социальной политики». Но главное отличие в статьях автора – в предлагаемых им рецептах замены существующей вот уже 240 лет системы выборов президента. В Нью-Йорк Таймс господин Кейсер обсуждает замену утвержденной Конституции коллегии выборщиков прямым голосованием. Замену коллегии выборщиков прямым голосованием. В газете Уолл Стриджернл он надает предпочтение не замене коллегии выборщиков, а ее кардинальной перестройке. Но ни в одной из статей профессор Кейсер не делает напрашивающийся прогноз. Отказ от существующей системы, создав в стране однопартийную политическую систему. И перед тем, дамы и господа, как говорить о будущем, давайте обратимся к прошлому. Конституция, наша Конституция, рождалась в Филадельфии на Конституционном конвенте с жарким и душным летом 1787 года. Она рождалась в муках. Едва ли не каждое предложение тут же подвергалось критике. Столкнулись интересы штатов, мало похожих один на другой. Что общего могло быть между Нью-Гэмпшером и Джорджией? Или между Массачусетсом и Южной Каролиной? Небольшие штаты Нью-Джерси и Дилавер опасались оказаться в зависимости от больших Нью-Йорка, Пенсильвании и Вирджинии. И существовали противоречия между штатами, экономика которых зависела от труда рабов, и штатами, в которых институт рабовладения не играл большой роли в экономике. Основой для дискуссии о Конституции стал план Вирджинии. Этот план был предложен делегацией штата Вирджинии, в этом штате главную роль играл Джеймс Мэдисон. По этому плану президента должна была выбирать палата представителей. Делегаты больших штатов тут же высказались «за». Делегаты маленьких штатов тут же сказали «нет». Разница мнений совершенно объяснима. В Нижней палате многочисленные конгрессмены из больших штатов могли решать любые проблемы, игнорируя верстку депутатов из небольших штатов. Кроме того, президент избранной палаты представителей зависел бы от палаты представителей и часто был бы вынужден руководствоваться интересами большинства депутатов этой палаты, но не интересами страны. И, конечно, нарушался бы баланс трех ветвей власти. Исполнительная власть могла оказаться в подчинении у законодательной. Было второе предложение по выборам президента. Главу исполнительной власти выбирают легислатуры штатов. И это предложение было отвергнуто из-за боязни давления президента на законодательные собрания штатов. Было предложение и о прямых выборах. Предложение о прямых выборах не нашло необходимого числа сторонников по целому ряду причин. Ну, во-первых, депутаты конвента сомневались в достаточной компетенции рядовых избирателей. Во-вторых, связь между штатами в то время, в 1787 году, связь была иллюзорной. Дороги были примитивными. Еще было далеко до появления телеграфа, тем более телефона. И вот в стороне, протянувшейся на тысячи миль с севера на юг, вдоль Атлантического океана, жители одного штата вряд ли слыхали что-либо о политиках из других штатов. При прямом голосовании преимущество в каждом штате получили бы исключительно местные политики. И неразрешимых проблем, подобных проблеме выбора президента, скопилось предостаточно. Что сделал конвент? Конвент избрал комитет в составе 11 делегатов для решения трудных проблем. Один из членов этого комитета, говернер Моррис, он предложил выбирать президент не прямым голосованием, а через выборщиков. Его предложение коллегии выборщиков было основано на республиканских принципах Древнего Рима. Господин Моррис, как и многие другие делегаты, прекрасно знал историю, древнюю историю и знал ее уроки. Конвент решил, в коллегию выборщиков должны входить представители каждого штата, люди, осведомленные о жизни всей страны. Но была оговорка, выборщиками не могут быть депутаты Конгресса и депутаты штатных легистратор. Вот что мы с вами читаем в Конституции, первый раздел, второй статьи. Я цитирую Конституцию. Каждый штат назначает в порядке, установленном его легистраторой, выборщиков, число которых равно числу сенаторов и конгрессменов, которые штат имеет право направить в Конгресс. Еще до того, как Конвент договорился о коллегии выборщиков, было достигнуто опять-таки, после многонедельных споров, достигнуто решение о числе депутатов от каждого штата в верхней и нижней палатах Конгресса. В палате представителей число депутатов в зависимости от числа жителей в штате. В Сенате два депутата от каждого штата вне зависимости от числа жителей. Делегатам больших штатов пришлось пойти на компромисс с делегатами небольших штатов. Согласиться, каждый штат представлен в верхней палате двумя депутатами. Без этого компромисса не было бы Конституции. Не было бы Конституции. Мы с вами можем только гадать, что случилось бы со страной, которая являла собой после провозглашения независимости 13 разозненных штатов. Итак, вопрос о числе выборщиков от каждого штата споров уже не вызывал. Не вызывал среди делегатов Конвента. Не вызывал у представителей каждого из 13 штатов, которым предстояло ратифицировать Конституцию. Конституция обступала в строй только после ее ратификации 9 штатами из 13. Споров не было. Споры начались в начале 19 века. И вот с тех пор, с начала 19 века, мы с вами живем в начале 21-го, профессор Крейсер подсчитал, в Конгресс было внесено около 900, 900 вариантов поправок, изменения в коллегии выборщиков, либо ее ликвидацию. И все попытки оказались безрезультатными. Почему? Это нам легко объяснить, дамы и господа. Вот почему безрезультатными были эти попытки. Для какого-либо изменения в Конституции требуется поправка. Чтобы поправка вошла в силу, ее должны поддержать две трети депутатов в каждой из палат Конгресса. Затем три четверти штатов, ныне 38 из 50. Многочисленные авторы поправки о ликвидации коллегий выборщиков или ее перестройки не могли преодолеть даже первый барьер. Большинство в две трети в палате представителей и в Сенате. До второго барьера решения штатных легистратор дело никогда не заходило. Алгор, Алгор, помните отрока? После поражения в 2000 году от Джорджа Буша. Джордж Буш проиграл Гору. В борьбе за голоса избирателей навошел в Белый дом благодаря победе в коллегии выборщиков. Мистер Гор сказал, «Должны быть прямые выборы». Окей, это 2000 год. 2016 год. Гору вторила баба Хиля. Она опередила Дональда Трампа по числу голосов избирателей, но проиграла выборы. Бабуля Хиля сказала, «Я твердо верю, что мы должны уважать мнение народа, и значит пришло время покончить с коллегией выборщиков и перейти к всенародным выборам президента». Вчера, вчера, бабуля Хиля, это было поздно вчера, сказала Джо Байдену, «Джо, если ты победишь по числу избирателей всей страны, но проиграешь коллегии выборщиков, не признавай себя проигравшим». Вот так бабуля Хиля у нас трактует конституцию. В 2001 году, вскоре после поражения Алла Гора, Джимми Картер, помните такого президента, Джимми выступил с таким прогнозом, я цитирую Картера, «Коллегия выборщиков будет и через 200 лет». Сбудется ли предсказание Джимми Картера? Дамы и господа, нам, ныне живущим, это не суждено знать, но мы, ныне живущие, можем с достаточной долей уверенности предсказать. Попытки ликвидировать коллегию выборщиков, обречены на неудачу. Попытки ее ликвидировать. И вот сознавание это, профессор компьютерщик Стэнфордского университета Джон Коза, К-О-З-Эй, Коза, М-З-Коза, может быть Коза, профессор Коза, предложил не отменять коллегию выборщиков, но изменить метод голосования в коллегии. Он свою систему назвал так, договор о межштатном всенародном голосовании. Коза, это пионер в использовании генетического программирования, один из основателей компании, Scientific Games Corporation, которая построила компьютерные системы для запуска лотерей. Вот он эту систему, свой договор о межштатном всенародном голосовании, выдвинул в 2015 году. Это план реконструкции коллегии выборщиков. Мы с вами знаем, коллегия насчитывает уже много лет 538 выборщиков. Число выборщиков равно сумме, это 100, по 2 сенатора от каждого из 50 штатов, плюс 435, это число конгрессменов, плюс 3, это представители федерального округа Колумбия, таким образом 538. На число выборщиков от каждого штата влияет проводимая раз в 10 лет перепись населения. Но мы должны проводить перепись населения, так повелевает Конституция раз в 10 лет, в нынешнем году она проходит. Так вот, перепись, перепись показывает поток жителей из одних штатов, отток из одних штатов жителей уезжают, в другие переезжают. Те штаты, которые теряют жители, они теряют одно-два места в палате представителей, и значит одного-двух выборщиков. Вторые, те штаты, которых прибавилось население, они получают дополнительные места в палате представителей, значит коллегии выборщиков. Но общее число выборщиков, 538, остается неизменным. А чтобы победить, мы это с вами знаем, кандидат президента должен заручиться поддержкой как минимум 270 выборщиков. По сложившейся традиции, я подчеркиваю, дамы и господа, по сложившейся традиции в Конституции это не записано. Традиция, но не Конституция. Традиция. Выборщики каждого штата голосуют за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей этого штата. Ну, например, если в штате Иллинойс кандидат А набрал на один голос больше, чем кандидат Б, то выборщики штата Иллинойс должны все поддержать того, который набрал больше голосов. А поддержать А вне зависимости, а второй остается без голосов. И неписанное правило гласит, дамы и господа, опять-таки, это неписанное правило. Победитель получает все. То есть тот кандидат, который получил большинство голосов в конкретном штате, все выборщики этого штата, все должны поддержать, голосовать за него. Из этого правила есть только два исключения, это в штатах Мэн и в штатах Небраска. Так вот, обратимся к предложению профессора Коза. Договор о местатном всенародном голосовании. Этот договор не отменяет коллегию выборщиков. Коллегия была, есть и остается. Но выборщики каждого штата должны голосовать не за кандидата, который получил наибольшую поддержку в их штате, а за кандидата, который получил наибольшую поддержку во всей стране. Конституция не нарушается, я подчеркиваю, Конституция не нарушается, потому что в Конституции не записано, за кого должны голосовать выборщики. На этот вопрос отвечает легислатура каждого штата. Если легислатура обяжет выборщиков голосовать за кандидата, получившего больше голосов во всей стране, и губернатор утвердит это решение, выборщики будут обязаны подчиниться. Итак, мистер Коза внес свое предложение в 2005 году. Прошло 15 лет. На сегодняшний день закон о предложении мистера Коза о договоре принят в 15 штатах, в 15. Я называю эти штаты по алфавиту. Вашингтон, Вермонт, Гавайи, Делавер, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Кнетикут, Масачужетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Мехико, Нью-Йорк, Орегон и Род-Арленд. В этих штатах легислатура находится под контролем демократов. Соответствующий закон принял городской совет столицы, нашей столицы города Вашингтона, федеральный округ Колумбия. 15 штатов и этот округ дают в общей сложности 196 выборщиков. 196. Искомая цифра 270. До искомой цифры остается всего-навсего 74. Если в результате предстоящих выборов появятся новые штаты, в которых исполнительная власть это губернатор и законодательная власть это легислатура окажутся под контролем демократов, то вырастет число штатов поддерживающих договор. Таким штатом может оказаться, например, штат, в котором я живу, Северная Каролина. Сегодня у нас губернатор-демократ. В обеих палатах легисплатуры большинство принадлежит республиканцев. Но что случится, если обе власти будут под контролем демократов? Северная Каролина дает договору 15 выборщиков. 15. Не забудем о Вирджинии. У нее 13 выборщиков. В Вирджинии после промежуточных выборов 2018 года демократы получили полную власть. Но эта власть еще не рассматривала вопрос о присоединении к договору. Северная Каролина и Вирджиния увеличат до 224 число выборщиков, обязанных поддержать кандидатов президента, получившего больше голосов по всей стране. До искомого числа 270 остается совсем немного. 46. Штата Техас 36 выборщиков и Аризоны 11 выборщиков оказывается достаточно, чтобы план профессора Коза был осуществлен. И если это случится, дамы и господа, обратимся еще к некоторым цифрам. К цифрам 2016 года. Мы помним это выбором. Дональд Трамп получил поддержку 306 выборщиков. 306. Бабуля Хиля 232. Но за Клинтон голосовали по всей стране 65,8 миллиона избирателей. За Трампа только 62,9 миллиона. Разница, запомните эту цифру, 2,9 миллиона. 2,9 миллиона. Но есть еще одна цифра, позволяющая нам всем осознать, почему договор неминуемо приведет к однопартийной системе. В 2016 году, в том же 2016 в Калифорнии Клинтон собрала 4 миллиона 260 тысяч 978 голосов. На 4 миллиона 260 тысяч 978 голосов больше, чем Трамп. Только в штате Калифорния она получила больше Трампа на 4 миллиона 260 тысяч по всей стране на 2 миллиона 2,9 миллиона. Таким образом, дамы и господа, один штат Калифорния один из 50 гарантировал бы победу госпоже Клинтон, если бы уже был задействован договор. Состоявшиеся в 2018 году промежуточные выборы доказали, я подчеркиваю, доказали, жульничество, основанное на голосовании по почте, гарантировало демократам победу в нескольких округах по выборам в Палату представителей в Калифорнии. Сложившаяся в Калифорнии в последние десятилетия однопартийная система гарантирует победу кандидату демократической партии в президенте при всенародном голосовании. Внедрение в практику договора о межстатном всенародном голосовании установит однопартийную систему в нашей стране. Прогрессисты, социалисты делают все, что в их силах, чтобы разрушить страну, основанную, как считает профессор Кайфер и его многочисленные единомышленники на идее белого превосходства. На этом я заканчиваю монолог. Ну, дамы и господа, прежде чем будет реклама, сообщение для всех вас. Моя книга, книга «Тень проклятия Цокумсе над Белым домом» вышла на английском языке. Это откликаясь на многочисленные просьбы маме, пап, бабушек и дедушек. Просьбы, были просьбы маме, пап, бабушек и дедушек. Нужна книга на английском для детей и внуков, не читающих по-русски. Условия продажи этой книги те же самые. Дамы и господа, вы пишете мне, рассказываете свой адрес, я посылаю вам свой адрес, вы посылаете мне чек на 20 долларов. Но, окей, я получу книгу для того, чтобы рассылать ее на английском языке, на русском я продолжаю высылать, на английском языке, не раньше 10 сентября. Не раньше 10 сентября. Если вам хочется получить книжку на английском языке раньше, вы можете заказать ее уже сегодня на Амазоне и на lulu.com. Уже сегодня. Более того, и на Амазоне есть уже книга на английском языке и на русском в формате киндл. В формате киндл. Повторю еще раз, если вы хотите книгу с автографом купить у меня, вам придется немного подождать. И, дамы и господа, книжка на английском языке вышла благодаря моим друзьям Александру Матлину и Ольге Матлину, это папа и дочка, они перевели эту книгу. А напечатало эту книгу, дамы и господа, издательство, которое находится в вашем, я имею ввиду, в Чикаго, в вашем городе. «Бакрай энд кампани». Это издательство напечатало мою книгу и на русском языке, и на английском. Все, теперь я делаю перерыв, будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Как всегда, все линии горят, поэтому приступаем к принятию звонков. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Добрый день, Алексей. Добрый день. Можно слышать ваш комментарий по тому, что происходит в юридическом комитете Сената у Грэма и тот же вопрос по расследованию спецпрокурора Грэгена. Спасибо. Да, и самый главный... Знаете, я слышу, какие вопросы из Валини постоянно. Значит, расследование даром продолжается. Мы знаем с вами же, но это об этом сообщали все, естественно, сообщало в нашей Раде о том, что один юрист, который работал в Федеральном бюро расследований, он признал, что говорил неправду, что поступал не так, как следует. Он, видимо, будет привлечен к ответственности. Вопрос стоит о том, когда даром огласит результаты расследования, когда именно. Вы знаете, существует такое понятие на выборах октябрьский сюрприз, октобер сюрприз, то есть что-то происходит, что в той или иной причине мешает тому или иному кандидату в президенты победить на выборах. И демократы предполагают, что даром оповестить страну о результатах своего расследования где-то в октябре это будет октобер сюрприз и этот его заявление, то, что он скажет, может помешать Байдену. Окей, я не знаю, когда даром огласит все. В любом случае будут обвинения, он кого-то обвинит, но прежде чем мы признаем этих людей в том, что они виновны, они должны предстать перед судом. То есть расследование дарома оно не поставить точку вообще в расследовании. Значит, должны быть привлечены к ответственности люди, которые нарушали закон и охотились за Трампом начиная с 2016 года, еще выборы не закончились, ну и охотятся, скажем так, до сих пор организовали расследование Неллера, к тому времени, когда расследование началось, уже ФБА знала, что у Трампа нет колюжен никакой связи с путинским режимом. Это тоже касается дарома. Что касается расследования, которое закончил юридический комитет Сената, мы знаем в юридическом кете Сената, вы правы совершенно, руководят республиканцы, руководит юридическим комитетом Грэм, сенатор республиканец Южной Каролины, они обнаружили, что некоторые сотрудники, работники и помощники Трампа во время избирательной кампании связывались с Россией, и то, что Россия хотела, чтобы, так они пришли к выводу, Россия ставила на Трампа. Это ничего нового с моей точки зрения в суть дела не добавляет. Если бы юридический комитет Сената пришел к выбору, что Россия вмешивалась в выборы, и что у Трампа была договоренность с путинскими режимами, с помощниками Путина, неважно, а какой-то помощи, это одна сторона медали, ничего подобного не было. То, что некоторые сотрудники, помощники Трампа в избирательной команде Трампа связывались с Россией, я вообще не уверен, что это вообще нарушение какого-либо закона. Ну, просто-напросто не уверен. Ну, например, нам с вами известно, что сотрудники избирательной компании Хиллари Клинтона не связывались с Украиной. Было ли это нарушение закона или не было, мы понятия не имеем. Опять-таки, если говорить о российском после Вашингтоне Кисляк, по-моему, его фамилия, много было сказано. Вот, с Кисляком связывались там он с теми-то и с другими командой Трампа. Известно, что Кисляк был и помощники его были на съезде демократической партии, которые были связывались, естественно, с национальным комитетом демократической партии. То есть, с моей точки зрения, если что-то нового расследования юридического комитета Сената добавило, вероятно, что-то добавило. Вероятно. Но это совершенно не значит, что у Трампа и был избирательный команды Трампа был какой-то сговор с Россией. Это совершенно разные вещи. Поэтому и большого шума по этому поводу демократы не подняли, потому что шуметь-то не из-за чего. Совершенно ясно повторю еще раз. И в Биае было ясно до расследования Мюллера, что никаких колюжин, никакого сговора не было. Ну, а расследование Мюллера лишний раз доказалось, что никакого сговора Трампа с Россией не было. Поэтому расследование юридического комитета Сената, которое недавно закончилось, опять-таки, я повторю, это мое мнение, ничего существенного не забавило. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Сейчас у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сегодня уже демократы предупреждают на раз о том, что если подсчет голосов попозже может растянуться на несколько месяцев, а если срок пребывания президента Трампа закончится 20 января, то сможет ли это вместо занять наших Нэнси Пилоти, как спикер-представителей. И второй мой вопрос, вот ваш коллега Сива Каплан говорит о том, что вот наконец-то вышел из тюрьмы этот адвокат Коэн, адвокат Трампа, то он уже пишет письма к книгу, и в этой книге он полностью разоблачит Трампа, надежда демократов на эту книгу, как вы можете оценить эту книгу. Ну, вы знаете, утопающих хватается за Соломинку, надежда демократа хватается за любую антитрамповскую книжку, их, по-моему, в последнее время, но я не знаю, сколько вышло, так сказать, сестра Трампа написала, да, или какая-то родственница, книжка занимает первое место на лист бестселлер, на бестселлер лист Нью-Йорк Таймс, потом Болтон написал, потом еще, что добавит человек, который, кстати, это человек, который был улечен во лжи, он был во лжи под присягой, значит, книжка любого человека, будь то он республиканец, демократ, независимый, неважно кто, улеченного во лжи под присягой, то, что бы он ни написал, ставится под сомнение, потому что, если он может лгать под присягой в Конгрессе, то он может лгать в литературе сколько угодно, это совершенно, так сказать, допустимо, поэтому, ну, будет такая книжка, ну, еще одна книжка появится, можно, наверное, из антитрамповских книжек составить уже приличную библиотеку, я эти книжки не покупаю, я их читаю, но их, по-моему, вышло, ну, не знаю, может быть, пару десятков, может быть, уже два-три десятка, я не знаю, выйдет еще, наверное, что касается голосования по почте, конечно, по Конституции, в полдень 20 января должна произойти смена власти, либо президент остается, либо на его смену приходит другой, никогда в истории не было, чтобы до 20 января, ну, раньше, между прочим, это было 4 марта до 33 года, мы помним, сначала, инаугурация была 4 марта, потом ее перенесли, была соответствующая поправка Конституции, инаугурацию перенесли на 20 января, никогда не было до дня инаугурации, не было, так сказать, какого-либо подсчета, вы знаете, я не в состоянии гадать, что вообще произойдет, то, что могут быть неподсчитаны голоса, вы знаете, я через неделю буду говорить о голосовании по почте, я приведу один пример, пример, составившихся праймерис в 12 округе по выборам в палату представителей в штате Нью-Йорк, то есть, это демократы, у соперницы, у демократки, был соперник, тоже демократ, во что вылилось, во что вылилось подсчет голосов по почте, ну, это полный кошмар, это всего лишь один стад, в котором не столкнулись лбами демократ и республиканец, столкнулись лбами два демократа, и то, что дело дошло до суда, и уже суд решил, кто победил, потому что подсчитать по почте то, что произошло, невозможно, и до сих пор не договорились, что считать, бюллетень, посланный по почте, что должно быть на конверте, то ли на конверте должна быть последняя дата, это дата, когда отправлено письмо, оно должно быть отправлено до 3 ноября, то ли дата получения письма, то есть, оно должно быть получено до 3 ноября, теперь, послушайте меня внимательно, на громадном количестве конвертов нет никаких штампов, просто-напросто, штампы обычно есть на конвертах, на которых есть марка, но если письмо посылается, вы отправляете письмо, и вы не платите за это письмо, не покупаете марку первого класса, то это просто письмо идет, оно доходит как первый класс, но на нем нет штампа тогда, когда это письмо отправлено, и когда оно пришло, представьте себе миллионы таких конвертов, на которых неизвестно, когда это письмо отправлено с бюллетенем, и когда это письмо пришло, это, ну, знаете, то, что произойдет, это по настоянию демократов делается, совершенно естественно, это делается по настоянию демократов, потому что голосование по почте предоставляет им колоссальные возможности чужойничества, я приведу пример 2018 года, что произошло в Калифорнии, я через неделю буду говорить, демократы настаивают, чтобы было голосование по почте, потому что, дескать, мы все заражены китайкой, и больные китайкой, боятся ходить голосовать, окей, здравый смысл подсказывает, голосование должно быть только на избирательных участках, ну, за исключением тех случаев, когда человек поехал в командировку, он заранее берет открепительный талон, это то, что принято, всюду принято, а то, что голосование по почте, если он считает, что он может заразиться, пускай он сидит дома, окей, все, это мое мнение, голосование по почте просто-напросто нарушит систему выборов, к чему это дело приведет, бабуля Хиля вчера уже сказала, я повторю, она дает совет Слипи Джо, 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 слушай, Джо, если ты получишь большинство голосов по всей стране, но проиграешь коллегию выборщиков, не вздумай признавать себя проигравшим, то есть бабуля Хиля, она что, Конституцию не читает, вообще не знает, что происходит, голосование по почте, это шаг в никуда, неизвестно, чем все это закончится, спасибо за вопрос, следуйте, пожалуйста. Спасибо, принимаем следующий звонок, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Алексей, вы только что с математической точностью доказали неизбежность социализма в Америке, вот скажите, что можно делать, чтобы изменить эту математику? Что можно делать? Слушай, математика есть математика, нужно 538 выборщиков, если у вас есть 270, значит вы победили, все, а что можно изменять? Да ничего изменять нельзя, я не знаю, что можно, ничего изменять нельзя, но это система, которая существует с 1700, у нас Конституция была принята в 87-м году, в 88-м она была ратифицирована, и первый президент в этой Конституции Джордж Вашингтон и соответствующий Конгресс двухпалатный 1789 год, с тех пор пошло по арифметике Пупкина с картинками 230 лет, так, все было нормально, и ничего, менять не надо было, поэтому, что нужно, я, вы знаете, я не в состоянии ответить на ваш вопрос, что нужно изменить, чтобы в нашей стране не был построен социализм, я понятия не имею, у меня нет разумного ответа, ну, во-первых, можно сказать, что учителя должны быть другие, если в наших школах оболванивают детей чуть ли не с 3-го, 4-го класса, может быть, уже с киндергартена, я не знаю, идет оболванивание повсеместно в университетах, вот что может, могло бы изменить, но поскольку это менять очень трудно, это оболванивание заложено в нашу систему в 60-е и 70-е годы, что-то менять уже сегодня, я не знаю, я не профессор в этом вопросе, у меня нет ответа на ваш вопрос, следующий, пожалуйста. Спасибо, принимаем следующий звонок, добрый день, вы в эфире. Я не понимаю, почему тут какой-то каза, дирижа, ведь я помню, что нам, генеральный прокурор, БАС, совершенно четко дал указание, чтобы все выборщики голосовали по Конституции, то есть запомнили и стать. Слушай, Толя, в Конституции я повторяю в тысячный раз, загляните в Конституцию, есть русские тексты, в Конституции не записано, как должны голосовать выборщики, там сказано, что это дело штатов, прочитайте Конституцию, окей? Следующий, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день, здравствуйте, я слушаю вас, я, знаете, вот по истории, как бы, это оболванивание слои и в нашей предыдущей стране, то есть, я больше прощения, очень коротко, если есть вопрос, если нет, мы будем очень коротко, спасибо большое. Итак, Алексей, ваше заключительное слово, прошу вас. Толя, ровно через неделю я буду говорить о почте, о почте, и что такое голосование по почте, и я приведу примеры из личной жизни, так уж случилось, что мне приходилось сталкиваться с почтой, и я воочию убедился, что из себя представляет эта государственная машина. Кстати, дамы и господа, когда я приехал в Соединенные Штаты, марка первого класса стоила 13 центов. Сегодня марка стоит 55 центов, да? Это во сколько раз больше? Ровно 4. В 4 раза? Окей, пусть она стала работать лучше за это время, она стала работать лучше. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте, будьте здоровы. Будьте здоровы, Алексей, и до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова